Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем интервью Михаила Погребинского. Байден выглядит как клоун и еле соображает. Михаил Борисович, как вы считаете, случайно ли совпадение окончания карантина и начало массовых протестов? Ответ. Я думаю, что совпало случайно. Но то, что люди устали от карантина и готовы найти и ухватиться за повод для того, чтобы выйти из дома, тоже сыграло какую-то роль. На самом деле эти протесты приобрели какой-то иррациональный характер, которого трудно ожидать в цивилизованной стране. Причем весь так называемый цивилизованный мир демонстрирует чудеса иррациональности и одновременно лицемерия, смешанного с искренностью и каким-то предельным уровнем абсурда. Я думаю, что это просто так не пройдет для европейских стран, потому что то, что происходило вчера-позавчера в Брюсселе, случилось впервые за многие годы. Вопрос. Вы имеете в виду погромы, организованные выходцами из Африки в столице Бельгии? Что это означает для Евросоюза? Ответ. В Европе убийство чернокожего американца было использовано как повод, а на самом деле вырвались наружу левацкие антиимпериалистические настроения, как сказали бы раньше. За коперщиками этих всех процессов в большей мере были левые, чего очень давно не было. Наоборот, в Европе поднимали голову правые на антииммигрантской теме. И сейчас фактически вот эти буйства леваков, анархистов дадут повод не для угнетения правых и ультраправых настроений, а для подогрева этих настроений, в том числе и антииммигрантских настроений, российских настроений. Так что это какая-то очень сложная комбинация всего происходящего. И поймем мы, к чему это привело не раньше, чем к концу года. Последствия будут далеко идущими, но сейчас еще не очень ясно какими. Вопрос. Какая-то политическая сила из крупных могла воспользоваться левыми протестами для каких-то своих целей? Ответ. Ну, конечно. В Соединенных Штатах, например, не просто используют, а активно подогревают протесты демократическая партия с Джо Байденом. Эти настроения и даже не дают их утихомирить, сознательно поддерживая протесты, причем с буйством. Ведь невозможно себе представить хорошо организованные атаки на разные бутики. Все это точно имеет в Соединенных Штатах свой координационный центр. Хотя многие утверждают, что там ничего нет. Нет лидеров. Лидеров нет, а координационный центр есть. Он может быть не один. Их может быть много. Но сам факт того, что в основном эти процессы безнаказанно происходили в тех штатах, где губернаторы, представители демократической партии, говорит о том, что именно они препятствовали полицейским силам, которые могли и обязаны были обеспечить порядок. А они, наоборот, работали на дискредитацию полиции, считая, что таким образом они дискредитируют и Трампа. Что тоже, скорее всего, приведет к обратному эффекту. Мобилизации трамповского электората тоже с неясными последствиями. Вопрос. Какие наиболее радикальные группы можно выделить среди протестующих в США? Ответ. Я полагаю, что там радикально левые. Это те, кто был готов голосовать за Сандерса. Потому что Байден, конечно, выглядит как клоун и сам еле-еле соображает, что говорит, но для людей он воспринимается как часть истеблишмента, к которому, в принципе, принадлежит и Трамп. А вот люди, которые выступают с левыми лозунгами, действуют как леваки, как анархисты. Выступают фактически против всего истеблишмента. Не только против Трампа, но в том числе и против Трампа, и отчасти против Байдена. Сейчас рейтинги показывают, что Байден скорее отыграл какие-то очки. Но мне кажется, что все равно предпочтительнее шансы у Трампа. Особенно, если ему удастся этот процесс замерить и показать, что он при этом не вышел за рамки приличий, хотя сильно хотел. Он отказался от жесткого подавления протестов, потому что даже в его команде не было поддержки. Если даже министр обороны сказал, что нельзя, это еще не повод использовать армию. Вопрос. А что же можно считать поводом для использования армии внутри страны? Ответ. Наверное, когда начнут убивать белых. Короче говоря, когда министр обороны говорит, что нельзя вводить войска, значит у президента Трампа нет своей команды и нет возможности. Особенно, учитывая федеративный характер государства и то, что национальная гвардия находится под контролем местной власти, губернаторов, мэров и так далее. Это не позволило ему перейти красную линию и скорее выиграть на этом. Особенно, если затухание вот этого процесса буйства, в конце концов, в ближайшие дни приведет к затуханию протестов, которые имеют разрушительный характер, в таком случае Трамп скорее выиграет, чем проиграет. Вопрос. Но как протестные явления проявляются в Европейском Союзе? Ответ. В Европе другое. Там протестующие действительно выступают против современной политики большинства европейских правительств, которые придерживаются примерно таких взглядов на политику и общество, как формальная демократическая партия. В этом смысле очевидно, что и Меркель, и премьер Великобритании Борис Джонсон, думаю, и Макрон, они все предпочли бы, чтобы победил Байден, который им понятнее, ближе и более прогнозируемый. Но публика, которая вышла протестовать по поводу, что негров обижают и жизнь негров имеет значение, они очень быстро преобразовались в протесты против вот этой глобалистской элиты, которая контролирует ситуацию в европейских странах. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.